Вы слушаете Радио Болткома Добро пожаловаться Я хотела спросить, вы слушаете меня, да? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос Я хотела задать вам вот один вопрос Здравствуйте, я по такому поводу Каждый понедельник По сути вашего вопроса первое Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принес Это уже не соблюдение строительных нормативов В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что На коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов Я понял вопрос Спасибо В законе написано очень четко Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко На вопрос у меня был господин Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Ну таков наш закон Понедельник Всем здравствуйте Работают наши телефонные линии 67212-93-9 67213-93-9 Это программа Добро пожаловаться Вы можете задавать любые вопросы Ну любые связанные с коммунальным хозяйством Наши уважаемые эксперты Это председатель правления Центра консультации собственников квартир Дома управления Бака-2 Сергей Сидорко А также эксперт по управлению В том числе и бывший руководитель Ригас-Наму Парвалник Айвер Контерев Они ответят на ваши вопросы Можно писать Писать нам в WhatsApp На номер 2306191 Пишите, задавайте вопросы Ну и вот пока вы еще собираетесь звонить Уже пришли к нам вопросы на WhatsApp Значит, во-первых, здесь прислали ссылку на статью Которая была опубликована в интернете Речь идет о том Что два соседних дома Которые стоят буквально в пяти минутах друг от друга Платят совершенно по-разному за отопление В одном жильце платят 1,8 евро за квадратный метр А в соседнем доме 2,5 за квадратный метр И оба дома обслуживают РНП И вот жильцы спрашивают Почему так происходит Почему разная стоимость платы Все зависит от потребления Все зависит от технического состояния дома И потребления тепла Потому что на самом деле В Риге тепло, которое получаем От Риги с судом Сострого учитывается И на входе в дом Все известно, сколько тепла потреблю данный дом Так что здесь ответ один Обратите внимание на В первую очередь Что ли в порядке с технической составляющей Вашего дома и второе Какая температура поддерживается в квартирах Не секрет, что если допустить Повышение температуры в квартирах До 22-23 градусов То счета будут очень серьезны Так что здесь два фактора Как топить и внутри дома И какого техническое состояния дома Очень может быть, что дом Либо не держит тепло В силу того, что Изношены наружные стены влажные Либо второй момент Что есть перетоп Вот тут, кстати, в статье упоминается Что один пятиэтажный кирпичный дом А другой девятиэтажный блочный дом То есть они разные Блочный, да Я скажу сразу Что есть, на мой взгляд Есть определенная закономерность Чем выше дом, тем дороже отопление Есть такой момент У нас тоже девятиэтажные дома Но не настолько Я бы не сказал, что не настолько дороже Но отопление в таких домах дороже Опять-таки Дело в том, что надо смотреть Искать причину внутри дома Вряд ли эта управляющая компания Что-то придумала и выставила Из нехороших побуждений И вам бы суть Это внутри дома А вот разница Кирпичный, блочный дом В принципе есть? Где платят больше В блочном или в кирпичном? Знаете, я спрошу другое Какова влажность стен В одном и втором случае Потому что по Очень другом приближении По свойствам теплоизоляции Если это где строилось В советское время То это примерно одинаково Эффициенты сопротивления И это все примерно В одном стандарте строилось В толщине кирпичного Стены выбиралось тоже Исходя из стандартов на то время Так что здесь Я бы не сказал Что там и такая Значительная разница Будет из-за И тут еще вопрос пришел На WhatsApp Я напоминаю Что вот если Кто-то захочет Прислать вопрос Его что-нибудь интересует 2-3-0-6-1-9-1 Почему газ По счетчику В квартире считают А воду нет Есть потери А по газу потерь нет Вот с вопросительными знаками Спрашивает слушательница По газу потери Тоже есть Не надо быть столь наивными И думать Что по электричеству По газу потерь нет То что у вас позиций В счете нет Это не значит Что этих вот Разницы показаний нет Но я много раз говорил Есть инженерная наука Которая описывает Точность измерения Но невозможно согласовать До идеала Показания многих приборов С показанием одного Можно приближаться К этому идеалу Но невозможно Это сделать Но это в ноль Поэтому это существует Просто-напросто Понимаете Я скажу так Газ не имеет Как у нас происходит Сейчас выставление Счета по газу Есть на отвес газа У которого У самого где-то стоит Большой счетчик И есть счетчик В вашей квартире В промежутке Нет никаких счетчиков Поэтому Эта разница Это внутреннее дело Латвия с газом То же самое С латвий Если мы берем С вами воду То у нас получается так Есть входной счетчик На дом И есть внутренние счетчики На дом И вот эта разница Появляется Между входным И внутренним Для того Чтобы эта разница Ну вот раздражающая Я не говорю Что счет от этого Уменьшится Но чтобы эта разница Раздражающая Население убрать Нужно просто Убрать один из счетчиков Либо счетчик На входе дома Либо счетчик На квартире И тогда эта разница Ну визуально Она исчезнет Она останется Но визуально Она исчезнет Поэтому Ну по-другому Быть не может Если мы считаем Что у нас истинно Показывают Входящий Входной счетчик Лига Суднис на доме То все Что показывают Квартирные счетчики Тоже неправда Ну С определенной долей Допустим Маши 6 7 2 12 93 9 Телефон студии Здравствуйте Доброе утро Пожалуйста Ваш вопрос Говорите пожалуйста Что-то с телефоном Ну то есть Подводя итог Вот по этому вопросу В любом случае Потери Есть Как и газа Так и Воды Я бы еще раз Сказал Нельзя это Называть потерей Потеря Это значит Вылилась Если в доме Вылилась За месяц 60 кубических метров Воды Ищите цистерну Воды В подвале Вашего дома Вы ее там Не найдете Это разница Показа Это не точность Измерения Вот что это такое А когда говорят Что 60 кубов На 60 квартирный дом Это много Я скажу так Что в 60 квартирном доме Ну стандартно 120 счетчиков Если вы округлили Плюс-минус 0,5 куба По каждому счетчику Вот вам и 60 куб То есть это совершенно Такая вещь Которая Вполне может быть Но Я не видел Таких бешеных утечек Или протечек Никогда За свою практику Хотя разница Показаний Не есть От причины ее Мы уже много раз Говорили Ее можно сократить Можно Сейчас те дома Которые Имеют Вот Возможность Дистанционно Считывать счетчик Я Вот эту систему Привели Измерения Внутри дома В порядок Там разница Показаний 2-7 Процентов А 2-7 В среднем 5 процентов То есть Там люди Спокойно живут Но есть ошибки Измерения Это уже Она и воспринимает Так что Дело в технической Оснащении Дома И В том Насколько Собственники Квартиры Хотят привести Вопрос в порядок А не Охать и ахать Что вот Какая Надо привести Просто Система измерения В порядок Еще раз Одна попытка Здравствуйте Пожалуйста Вы в эфире Нет Почему-то у нас Вот сегодня Очень странно Работает телефон 6-7-212-93-9 Но тем не менее Вот Ватсап Продолжает работать И Еще Один Вот вопрос Который Пришел Касается Он Сейчас 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 Я найду Спрашивают Вот по поводу Тоже вот Ссылаясь на информацию О том Что за Отказ От газового Котла Сейчас Обещают До 20 тысяч Евро Ну как Все это Средства Будут выделяться В рамках Конкурса Сейчас мы Об этом Поговорим Подробнее Пока Примем Еще один Звонок Здравствуйте Да Что-то у нас Наверное С телефонными Линиями Случилось К сожалению Тогда я могу Только просить Писать Вот на Ватсап Поскольку У нас Почему-то Телефоны Не работают Так вот Речь идет о том Что сейчас Домохозяйства Которые Будут переключаться С газовых Котлов На Гранульные Или солнечные Коллекторы Или теплонасосы Или будут Сами производить Электроэнергию Для собственного Потребления При помощи Солнечных панелей Или ветрогенераторов Планируется Выделить Господдержку То есть Это будет Выделяться До 70% От стоимости На закупку Нового Оборудования Вот Почему В принципе Вот мы Бежим Немножко Впереди Европы Ведь По-моему ЕС Признала Газовые котлы До Еще Ну по-моему Лет на 10 Один из таких Основных Источников Тепла А у нас Очень активно Агитируют От них Отказаться Ну я Я не знаю Вы знаете О чем Речь Идет Мы Это Сайвером Занимаемся В основном Вопросами Многоквартирных Домов И у меня Значит Это Увеличение Сразу Нужны Объемы Возможности Разгрузки Потому что Это тоже Непросто Это Нельзя Мешочками Взять И перетаскать Значит Нужны Какие-то Другие Упаковки Нужны Возможности Разгрузки Следующее Все-таки Гранулные Катлы Требуют Большего Объема Обслуживания Это Удорожание Я не очень Не уверен Что сжигая Гранулы Мы получим Выхлоп Такой же Чистый Как при Газе Здесь Возникает Куча вопросов У меня На сегодняшний день Это Ну вопрос Такой Ну Не знаю У меня Отношение К этому Такое Ну есть Работоспособное Оборудование Далее Там Температурные Режимы Очень важны Потому что Система Отопления Рассчитывалась Внутренне Под газовые Котлы Под те Параметры Которые Можно получить С наибольшей Эффективностью Сможет ли Это Обеспечить Гранулный Котел Не знаю На сегодняшний день Именно Такие же Параметры Теплоносители Насколько Это будет Экономично И безведомо В случае Гранулного Котла У меня Больше Чем бы дитя не тешилось Есть хорошее Современное Хорошо работающее Оборудование Которое Обеспечивает Все что надо Нет Давайте Поменять Ну поменяем А у нас Хватит ресурсов Для того Чтобы обеспечить Все Энергетическое Хозяйство На которое Будет выделяться Эта помощь Гранул Первый вопрос Хватит И сколько Это будет стоить Потому что Насколько я понимаю Гранулы тоже Стремительно Растут в цене Вообще Неважно Из чего Ты получаешь Киловатт Энергии Ты все равно Киловатт энергии Он будет стоить Примерно одинаково Независимо от того Из чего Из газа Из Весной щепы Или еще Я не знаю Насколько это Продумано Насколько это Вообще Чему-то Соответственно Вот Надо У меня впечатление Такое Мягко говоря Надо что-то Делать Ну давайте Будем делать Давайте Изгонять Газ Зачем Тем более Что это Я понимаю Что это Такой Невосполняемый Весурс Но в Латвии Газа нет Так что В Латвии Заботятся о том Что это Невосполнение Весурс Не надо Никак не повлияем Не знаю Ну да Здесь Помощь будут Получать В основном Индивидуальные дома Но Тем не менее И двухквартирные дома И сдвоенные дома Рядные дома Таунхаусы Так что В принципе Вроде бы Ну А куда там 20 тысяч А вот куда там 20 тысяч Ну котел Сколько стоит Для Одноквартирного дома Ну значит Будем помогать Тем у кого 500 600 700 800 метров Одноквартирный дом Ну давайте Эти люди Конечно Очень нуждаются В такой помощи Газовый котел Если вы зайдете На 200 квадратных метров Он стоит 200-300 евро Примерно Столько же Ну будет стоить Полторы-две тысячи Грана Но дальше Куда эти 20 тысяч На что Нет Здесь речь идет До 20 тысяч И это 70 Оплата 70% От общей стоимости Нового оборудования Вот выделяет Я понимаю Общий объем Финансирования Программы 20 миллионов Ну в общем Ну я могу Сказать вам так Ну может я не прав Абсолютно Но это скорее всего 20 тысяч Цифра Которая нужна Дома В несколько Сотен квадратных метров Так сказать 500-600 С бассейном И с Не знаю Там С тенистым Корпусом Надо же смотреть По мощности Будут помогать Мне показывают Что телефоны Вроде бы Заработали Поэтому Если есть Вопросы Прозваниваемся 67212 93.9 67213 93.9 И Вместе с тем Еще Продолжает Работать Ватсап 2 300 6 1 9 1 Сергей Сидор Кайвер Гонтарев Отвечает на ваши Вопросы Вот говоря Про Щит А Вот у нас Звонок Здравствуйте Здравствуйте Как для вас Дозвониться Что такое Точка Росы Где она должна быть В 9-этажном доме Советской постройки И что делать Чтобы она В правильном месте Была Спасибо Спасибо Ну я Очень примитивно Отвечу на ваш вопрос Точка Росы Это Та зона Где Начинает Конденсироваться Влага То есть Эта температура Близкая Ну К нулю Градус Обычно Это Та зона Обычно Точка Росы Находится Внутри Наружной Стены Ну и Если Отсылаться На старые Проектные Решения То точка Росы Должна Была Находиться Если Не утепленная Стена То она Должна Была Находиться Примерно Не дальше Чем На одну Треть От толщины Стены Снаружи Здания Так Я не знаю Понятно Или нет Если Мы приходим Дороже Здания Стена 300 Миллиметров То есть Точка Росы Не может Быть Глубже От наружной Границы Чем На 100 Миллиметров Если Смысл Вот вам Ответ И Чтобы От нее Избавиться От точки Росы Вы Никогда Не Избавитесь Потому Что Все равно Будет Зона Где Влага Будет Конденсироваться Чтобы Обезвредить Воздействие Вот этой Влаги На здание И повысить Энергоэффективность И предлагается Утеплять здание Когда Точка Росы Перемещается В искусственный Утеплительный Слой Ну и там В этом Полистироле Или в этой Каменной Влате Конденсируется Влага Ну и происходит Все процессы Но это Искусственный Слой Который Никак Не влияет Ни на тепло В вашей квартире В отрицательном Способ Не на Трешность Сегодня пришла Вот новость О том Что Согласно Опросу 66% Компаний Ну Счетов Компаний Сейчас Выписывается Электронно Вот Можно ли Это прокомментировать И Вопрос Ну вот Насколько Электронные Счета Удешевляют Ну Не берут За Доставку Почтовыми Услугами С Жителей Вот это Получение Счетов И насколько Это все Распространено Может быть Ну вот В вашем Домоуправлении Может быть Тогда Скорректируем Немножко Вопрос Счета Вообще На самом деле Во всех Ну Более Менее Больших Домоуправлениях Выписываются В электронные Это результат Работы Программы По Выписывание Счетов И По Вашей Коммунальной Программе Выписываются Они все Электронно Доставляются Они Примерно 60-70% Абонентов Имеют Электронную Почту И они Высылаются На электронную Почту На контактный Электронный Адрес Но Остальным Доставляются Либо по почте Либо Каким-то Другим Способом Не знаю Насколько Я понимаю То, что Посылается По электронной Почте Пока Сама Электронная Почта Скажем Относительно Бесплатно Ты платишь За небольшое Количество Денег За поддержание Такого Специального Почтового Ящика Который Позволяет Массовые Рассыпки Клиентам Которые Пользуются Электронной Почтой Сегодня Счета За доставку Не выставляются Ну а Если клиент Хочет Получить Документ В бумажном Виде Ну есть Два способа Либо Он лично Является За этим Документом В домоуправлении Или там Филиал Либо Ему посылается По почте И это уже За день Потому что Письмо Должно быть Должным образом Упаковано Есть почтовые Расходы И там Получение В бумажном Варианте Сегодня Счета Стоит Определенный День Это Связано С тем Что Есть Требования Инспекции По защите Данных Которые Требуют Чтобы счет Нельзя Просто В открытом Виде Раньше Была практика Что дворник Просто Опускал Счет Почтовый Ящик Ну Инспекция По защите Данных Посчитала Что это Является Угрозой Для защиты Профессиональных Данных И требуют Чтобы это Было В конверте Соответственно Это сразу Вызывает Удорожание Вопрос Оплаты Да И возникает Справедливый Вопрос Если это Делать Тоже Бесплатно Но бесплатно Как вы понимаете Ничего нет Значит Это есть Момент Когда Кто-то Должен Заплатить За то Что я Не хочу Получать Про электронную Почту Кто-то Другой Должен Оплачивать Солидарно Ссылку Бумажную Этого Не происходит Поэтому Бумажная Рассылка Стоит День У нас Звонок Здравствуйте Добрый день Вот такой Вопрос Может быть Подскажете Какие-то Есть требования Конкретные В отношении Установить Камеру На лестничной Клетке Это Пятиэтажный Дом Я живу На четвертом Этаже Я где-то Прочитала Что Три четверти Жильцов Должны Дать Своё Согласие Но Это Как-то Нелогично Ведь на четвертый Этаж Без лифта Поднимаются Только те Кто живет На четвертом Мы выше Может быть Подскажете Какие требования Камера Чтобы была Видна Только моя Дверь С такой Идеей Установить В любом Случае Вам нужно Согласить В публичном Месте Устанавливаемой Камерой Видеонаблюдения Вам нужно Согласовать Эту Установку Стрегивание Закона О защите Парсиональных Дат Так Защита Устанавливаемой Я еще раз говорю Это нужно В первую очередь Согласовать С инспекцией По защите Данных А потом Уже С соседями Ну а я не знаю Больше занимался Так и есть Как ты говоришь О том Что Как только Это задевает Третьих лиц Так это Нужно Согласовывать Правильный путь Как и было Сказано В инспекции По защите Данных Они там Более Могут Разучить И сказать Уже более Детальные Требования По отношению К вам Потому что Любая камера Которая Выходит На публичную Часть И должен быть Ответственной За нее Чтобы в том числе Там Знать Кто хранит данные Как Как хранит данные Да И по мере Необходимо Чтобы знали Кому обращаться Обращаться Да Также Должно Что-то Все По камерам То есть Даже Ну вот Во дворе Или В доме Это все нужно Сначала Обращаться В инспекцию По защите Данных Ну Олег Давайте Говорить Так Бытовым Языком Ну Хорошо Да Возможно Вы Поймаете Какого-то Злоумышленника Ну Допустим Ваш Сосед Не хочет Чтобы В его Семья Знали Кто К К К К К К К В квартир Я Я Очень Мягко Или Приезжает К нему Когда Нету Ну Скажем Кого-то Дома Ну А вы Владея этой камерой И тем сервером И этими задностями Вы уже Начинаете Получаете Рычаг Давления И Ну Даже Не злоумышленник Но просто так Показав Кому-то Вы вдруг Можете Устроить Очень большие Проблемы Другому Человеку Поэтому Да В первую очередь Что должно Быть обеспечено Я не думаю Что очень сильно Нужно Согласие Других Но должно Быть жестко Обеспечено Что эти данные Не попадут К третьим Лицам Вот что Должно Почему Мы Отсылаем Конспекция Защиты Данных Должно Быть Защищены Интересы Других В первую очередь А потом Уже Интересы Нашего Автомобиля Хотя Вот Всегда Всю жизнь Тут Роль Таких Такого Рода Камер Выполняли Старушки Бабушки Во дворе Которые Все следили Все фиксировали И всегда Давайте Не будем Путать Сплетни Свидетелей С видеонаблюдением И защитой Берсональной Данной Давайте Это разные Вещи Бабушки Пускай Они здравствуют Наблюдают Может быть Что-то полезное Увидят Сами Они С головой Они могут Понять Что надо Говорить Давайте Бабушек Оставим В покое Проскочила Хорошая Новость Для Всех Потребителей Рига Силтумс О том Что Наконец-то Рига Силтумс Начнет Так Мы немножко Подвисаем Выполняем Требования Закона Договорились С советом Так как Они договорились С советом По конкуренции О том Что Будет За Те Действия Рига Силтумса Где Не списывали Долги Смертных Персон За них Будет Снят Шраф Совет По конкуренции 200 тысяч И Вприте Они будут Выполнять Эту Статью Закона Закон Был Принят В 2014 Году Но Вот Сколько Рига Силтумс Потребовало 7 лет Чтобы Понимать Что Нужно Все же Выполнять Закон Где Черным По белым Написан Тоже Маленькая Победа В отрасли И она Очень важна Потому что До сих пор Рига Силтумс По-разному Трактовал Эту норму Они трактовали До того Что Хорошо Тогда Про долги Которые Появились После 2014 Года И Человек Умер И Нужно Списывать Но В законе Никаких Такого Рода Ограничений Не Был То есть Сейчас Всем Понятно Что Если Человек Списывать Этот долг С объема Долга Дома Это Большой Плюс Или Маленький Плюс Еще Вот Пришел К нам Вопрос По Ватсапу За Электронный Счет Севинити Взимает 3 68 Плюс 21 Это Вообще Законно Спрашивают Нас Вот Видите В свой Договор Смотрите Договор Раз Но В принципе Мы этот вопрос В прошлой Передаче Уже Оговаривали О том Что ПТАЦ Поставил Именно Про эту Позицию Севинити Штраф Так что Смотрите В свой Договор Если В вашем Договоре Нет Подтверждения Такой Позиции Тогда Вы Спрашиваете Чтобы Ее Не Было Так И Еще Пришла Ссылка Тоже На Статью Почему Режане Должны Платить За воду Которую Не Получили Ну Вот Речь Идет О Домах В Эцмогрависе Каждый Месяц К объему Реально Потребленной Воды По Счетчику Выставляют Почти Такой же Объем Ну Это Так Называем Потери Мифические Утечки Продолжается Из месяца В месяц Это Значит Обслуживает РНП Саркандау Гава Ветмилграве 8 И Ссылаются На Постановление Кабинета Министров Но Если Есть Утечки Их Обязан Ликвидировать Управляющий Если Кто-то Подворовывает Воду Опять-таки Должен Разбираться С этим Управляющий А не Раскидывать Утечку На всех Владельцев Квартир В доме Но Вечная Тема Я понимаю Что Люди Во-первых Давайте Условимся Сразу Один раз Те Кто Задает Нам Вопрос О Реальном Потреблении Должны Скать А что Они Считают Реальным Потреблением Показания Своего Квартирного Счетчика Ни один Нормативный Документ Не говорит О том Что Квартирный Счетчик Показывает Реальное Потребление Показывает Реальное Потребление Только тот Счетчик Который Учитывается При коммерческих Расчетах Между Поставщиком И потребителем В данном Случа Поставщик Рига Суденц А потребитель Копика Конкретного Дома То есть Общенный Собственник Квартир Конкретного Дома Единственный Счетчик Который Учитывает Реальное Потребление Общенности Собственника Квартир Конкретного Дома Это Общий Домовой Счетчик Так что Давайте Отталкиваться От того Что Единственный Критерий Реального Потребления Это то Что показал Общий Домовой Счетчик Дальше Ребята Вы можете С упорством что есть утечки и так далее. Это все неправда. Потому что дальше вся та разница между показаниями реального употребления и ваших квартирных счетчиков зависит от того, как вы сдаете показания, как вы манипулируете с показаниями счетчиков, как вы вообще манипулируете со счетчиком и так далее. Ничего из ничего не бывает. Если в дом втекает тонна воды, подвал сухой, и вы говорите утечки, то это, извините меня, ну как-то не так. Она что, испаряется? Она что-то в виде пары поступает? Поэтому совершенно могу однозначно сказать, если у вас большая разница показаний между реальным употреблением, которое вы учитываете, счетчик на доме, и показаниями квартирных счетчиков, с 80% вероятностью это неточность работы ваших квартирных счетчиков. По разным причинам не будут даваться. И процентов 20 это может грешить домовой счетчик. Но домовой счетчик проверить очень просто. Достаточно написать заявление в ВИГ и Суднас, они проверят ваш счетчик и дадут вам заключение. Он был качественным, он качественно ввел свою работу, или его заменят. И посмотреть, что после этого произойдет. Точнее говоря, ВИГ и Суднас, как правило, приезжают тут заменять, не останавливая процесса подачи, счетчик на другой, а потом уже присылают вам счет за проверку, если тот счетчик, который они сняли, и вы подозревали, что он плохой, если он прошел проверку и оказался качественным. Вот и все. Поэтому давайте мы условимся с вами. Реальное потребление – это общий домовой, и все остальное – это ваши внутренние проблемы. Хотите их решить, технические решения можно сто раз сказать. Важаю еще раз. Поставить одновременно все новые счетчики, желательно с радиосигналом, чтобы не лазить в квартиру. Эти счетчики одновременно сообщать, если происходят с ними манипуляции какие-либо, то есть там сразу ошибка выскакивает. И сообщать о механическом воздействии, о магнитном воздействии, о других попытках воздействия. Так что приводите в порядок свою часть учетной системы, и все будет у вас хорошо. У нас между тем звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Проверить счетчики очень просто. Все зависит от активности старшего по дому. У нас, например, бедримо. Мы периодически просим жильцов сфотографировать на телефоны счетчики с показаниями и числом, номером счетчика. Кто не сдал, приходим к ним. Там потери, там счетчики в обратную сторону крутятся, люди не дописывают. Ну и все на них списываем, и все дела. Я не исключаю такого варианта, я думаю, он вполне жизнеспособен, если есть энтузиасты, которые хотят каждый месяц заниматься этим. В принципе, такой подход требует очень больших трудозадок. Он не столь бесплатный, как кажется. То есть, если мы возьмем сейчас 4 тысячи домов Рига-Су, нам пару одних, и поставим на каждые 3 дома по кому-то инспектора, который будет каждый месяц этим заниматься, ну, представьте, их этот денег будет стоить. Гораздо проще привести свой дом в порядок один раз. И перестать, ловлю, выходим, ловим, наказываем, ловим, наказываем. Ну, это все. Ну, вот как я понимаю, что в отношении, кто все-таки должен этим заниматься, потому что вот в этом сообщении, письме выражается мысль, что если происходят потери, то это значит, управляющий некачественно выполняет свою работу. То есть, должен, дескать, заниматься этим управляющий, ловить тех, кто, ну, не халтурит, а, я понимаю, манипулируется счетчиками, пытается перебросить эту воду на других людей. Это ваша трактор. На самом деле, закон говорит, что управляющий в случае, в том случае, если разница показаний достигает более 20%, должен выявить причину. Мы уже об этой причине сто раз сказали, что это не согласовано с счетчиком, что это технические неисправности квартирных счетчиков и так далее. И предложить решение. Уверен, что это было сделано. А предложить решение, это установить новую систему учебников. Управляющий наверняка это сделал. в планах управления записал, что у вас проблемы с разницей по воде, потому что внутренняя система учета не позволяет достоверно измерять внутреннее потребление. Пожалуйста, давайте менять счетчик и выкатил с ценник. Это работа управляющего. Не работа управляющего. Бегать под квартирами и искать плохих людей. У нас, наверное, последний уже звонок. Здравствуйте. Добрый день. Я слушаю периодически про замену газовых отлов на гранулы. Одна тема, которая ни разу не подключала ни в одном эфире. как-то тема утилизации золы после сжигания, скажем, в больших количествах. Я сам профессионально занимаюсь сжиганием щипы на одной из когенерационных станций в Латвии. Мы имеем довольно серьезные проблемы с золой. И надо проверять на хранение или на утилизацию или удобрение калькового материала. И тесты, которые нам приходится проходить, измеряются в сотни евро в год. Ну, как-то вот эту тему можно было как-нибудь более обозначить. Для господ рату за гранулы и как бы зеленые дерево. Сжигание деревянных дел. Это одна тема, которую можно озвучить еще раз погромче. А по поводу там господин наш по поводу 20 тысяч на 20 там дом на 200 метров дом 20 тысяч. Вот тут картина такая, что если поменять солнечные панели, поставить вернее 10 киловатт это уже 12 тысяч евро. Так примерно в среднем плюс-минус. Котел стоит не 200-300 евро, как господин говорил, а нормальный котел с нормальной автоматикой 2000. А если тепловой насосов? Да, человек согласен, я хочу сказать, 200-300 евро речь шла как раз таки о газовом котле. Не, не, ну правильно сказал господин, потому что 200-300 евро может быть низкая цена, но я хотел бы обратить внимание на первую часть, даже не буду касаться, но если солнечные панели, если там, можно все что угодно поставить, но вот вопрос о грамоте, то что я не учел, даже не подумал о процессе утилизации золы, совершенно справедливо, я думаю, что с солнечными панелями все не так ласково, хорошо поставим, насколько я знаю, эти панели работают 5-6 лет, а дальше утилизация, за чей счет, а что взамен опять, опять через 5-6 лет 10-12 тысяч? Ну да. Ну такой вопрос, да, или эти панели будут работать вечно, то есть на мой взгляд на сегодняшний день ну ради бога, но давайте тогда вообще эту дискуссию можно, по-моему, если Авер согласится исключать из наших многоквартирных домов. она не актуальна для многоквартирных домов, это немножко тема, другой программ, у нас по пятницам как раз таки выходит программа климат-контроль, где мы с Константином Рангсом очень много говорим на эту тему, и поэтому я думаю, что всех, кто интересуется, мы приглашаем в 9 часов утра по пятницам присоединиться к нам, а я благодарю наших экспертов уважаемых, это были Сергей Сидорко и Эвер Гонтарев, которые сегодня отвечали на ваши вопросы, пожалуйста, присылайте ваши вопросы на номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1, будем обязательно отвечать, ну, можно их заранее уже даже прислать, будем следить за вашими вопросами, огромное спасибо, всего доброго и до следующего понедельника. Мы знаем и до следующего понедельника. Субтитры сделал DimaTorzok